Спорю на 20 баксов, что сегодня в этом видео вы научитесь чему-то новому. Ведь я проделал много исследований и использовал свои коронные трюки. А если вы не согласны, тогда свяжитесь со мной, и я расскажу вам, как вы можете получить эти 20 баксов. Первое, используйте маркер, чтобы закрасить потертости на черной обуви. Конечно, не стоит так постоянно делать, но если вы в путешествии и у вас нет под рукой крема для обуви, а если вы зацепили носок на туфлях, и эта царапина никуда не денется, то маркер вам поможет. И можно также освежить и подошву. Конечно, я бы предпочел специальный роллер, но маркер тоже сойдет. Вы готовитесь к интервью, и вдруг вы замечаете, что пуговица на вашей рубашке отошла. Ну, в нормальных условиях я бы предложил оторвать пуговицу и зашить ее по новой. Это 5 минут, если вы знаете, что вы делаете. Но у вас нет на это времени. Как же остановить этот процесс уже сейчас. Суперклей или прозрачный лак для ногтей. Пару капель, и это сохранит ваши пуговицы уже сегодня. И когда вы собираетесь надеть костюме галстук, чего давно уже не делали. И вот вы застегиваете свою белую рубашку, понимаете, что вы не можете застегнуть самую верхнюю. Да, есть такие вот переходники для пуговиц, но есть куда более доступное решение. Это просто перешить пуговицу на сантиметр ближе. Итак, вы идете к своему двоюродному брату на свадьбу, а на костюме полно складок. Как от них избавиться? Пар, конечно, лучшее решение. Но что, если у вас есть только утюг? Тогда вы смотрите на дно утюга и считаете, сколько в нем отверстий. Вам нужно как можно больше. Как у этого, у меня в руке. У него отличный отпариватель. Он может работать сам, как парогенератор. Но что, если у вас под рукой нет такого утюга? Тогда у вас должен быть чайник. У меня электрический, но гораздо лучше, если это будет обычный. Держите его на огне. Он генерирует достаточно пара, чтобы вы могли сгладить свой пиджак. Далее вы купили себе пару джинс по отличной цене, но, к сожалению, они слишком длинные. Их бы укоротить. Как же это сделать? Друзья, я сейчас вам покажу самый простой способ, как укоротить свои джинсы. Для этого надо подвернуть джинсы, потом прошить там, где будет новый край. Затем вы просто отрезаете все лишнее. Зацените, как это просто. Это самый простой способ укоротить джинсы. Если это слишком сложно для вас, вы знали, что тогда можно использовать клей? Да, вот смотрите, можно использовать горячий клей. Честно скажу, не знаю, как долго это продержится. Но если вам надо срочно решить проблему с длиной джинс, то этот вариант можно использовать. Вы только что пообедали и уже на пути навстречу, и тут вспоминаете, что забыли посмотреть в зеркало. Проверите, не застряло ли что-то в зубах. Все просто, достали телефон, включили фронтальную камеру, хоп, проверили, почистили. Обычно, чтобы убрать что-то с зубов, хватает пальцев. Но если нет, тогда можно использовать карту или кусочек бумаги. Итак, вы готовитесь к интервью. Вы смотрите на свой кожаный ежедневник и понимаете, что эта вещь выглядит чертовски потрепанной. У вас нет никакого крема для кожи. Как сделать так, чтобы он выглядел прилично? Вы можете использовать лосьон, который вы используете для рук или тела. Потому что это же кожа, так что крем сделает ее чуть более приятной, может сгладит пару царапин. Но, внимание, не используйте бальзам после бритья. Потому что в них может быть алкоголь, а это плохо для кожи. Этот последний совет может вызвать вас вопрос. Можно ли использовать лосьон для обуви? Ответ, да, вы можете. Эти лосьоны сделаны так, чтобы они могли проникать в кожу. Так что, когда используете, будьте аккуратнее, чтобы слишком сильно не пропитать кожу. Ведь это может повлиять на блеск. Говоря о туфлях, что делать, если они очень тесные вот тут, в зоне носка? Как их сделать пошире? Конечно, можно отнести их к сапожнику, у него есть специальные распорки, которые их растянут. Но, если у вас нет рядом такого мастера, то можно взять пакет на замке, наполнить его водой, вставить в обувь и положить в морозилку. Когда вода замерзнет, лед слегка расширится, и туфли немного растянутся. Далее поговорим о вашей любимой рубашке. Вы купили ее себе пять лет назад. Очень редкий рисунок. И тут вы замечаете, что на воротнике пятна, а на рукавах дырки. В общем, вы расстроились, потому что ее уже просто надо выбросить. Или все же можно что-то придумать. Но есть такая опция, что вы можете починить воротник или манжеты, используя лишнюю ткань с нижнего края рубашки. Если отнести такую рубашку хорошему портному, то он может использовать ткань с таким же рисунком с нижнего края рубашки, чтобы починить воротник или манжеты. И тогда вы сможете вытащить еще пять лет с этой рубашки. Следующий совет просто невероятный. Он очень простой, но все же многие из вас, ребята, до сих пор так делают. Когда вы вешаете рубашку, вам надо застегивать только верхнюю пуговицу. Вам не надо застегивать их все. Следующий совет, который сохранит вам одежду, это вывернуть ее наизнанку, когда вы закидываете одежду в стирку или даже когда гладите. Да, вы можете гладить свои рубашки по изнанке и так они прослужат дольше. Как избавиться от складок на свитере, когда вы надеваете его поверх рубашки? Для этого можно надеть еще одну майку между свитером и рубашкой. Какой совет вам понравился больше всего? Пишите в комментарии. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!